всем привет итак обзор языка программирования python или питон или удаву ну или еще как-то там могут еще называть вот python это высокоуровневый язык программирования общего назначения ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода но это не означает что ориентирован на повышение производительности программы нет синтаксис ядра python минималистичен в то же время стандартная библиотека включает большой объем полезных функций поэтому появился 20 февраля 1991 года вот расширение для файликов с исходным кодом вот такие по некоторое конечно же думаю что это ru чё за ru но это не ru это патент по в потом вот а вот такое есть потом еще было по моему вот такое вот ну может быть еще какие то вот но это основные расширения для исходного кода на этом языке вот python поддерживает несколько парадигм программирования в том числе структурное объектно ориентированное функциональное императивное и аспектно ориентированное основные архитектурные черты это динамическая типизация автоматическое управление памятью полная интроспекция механизм обработки исключений также поддержка многопоточных вычислений и удобные высокоуровневые структуры данных вот код в python организовывается в функции и классы которые могут объединяться в модуле а эти модули в свою очередь могут быть объединены в пакеты вот эталонной реализации python является интерпретатор си python вот это эталон для большинства поддерживающий большинство активно используемых платформ он распространяется под свободной лицензией python software foundation лиценз то есть это python software дающий лайц вот позволяющий использовать его без ограничений в любых приложениях включая проприетарные вот есть реализации интерпретатор для gvm для виртуальной я вам машины вот с возможностью компиляции также для ms и тоже с возможностью компиляции дальше и и других вот python это активно развивающийся язык программирования новые версии выходят примерно раз в два с половиной года вследствие этого и некоторых других причин на python отсутствуют стандарты анси и сон и другие официальные стандарты их роль выполняет сипа это вот то есть как бы на него все и ориентируются ну как бы чтобы изучить python достаточно это общее мнение или мнение некоторых или большинства но в общем достаточно и ознакомиться с документацией полистать пару-тройку каких-то программ исходные коды вот язык ранее простой и скромные на выразительные средства сравнительно с руби или перл вот но на самом деле представляемые возможности достаточно широки вот чтобы надолго увлечься данным языком в силу своей примитивности порог хождения достаточно низкий можно сказать нулевой вот но если хоть кто-то знаком хоть как-то с программированием поэтому разобраться в python труда не составит наиболее знаменитая отличительная черта языка это использование отступов для выделения блоков кода и управляющих структур сторонники считают что это удобнее чем фигурные скобки ну вот мы там знаем что в языках но там 7 си плюс плюс и шарп и и и подобные да там блоки мы выделяем с помощью там фигурных скобок вот ну там в паскале для этого есть begin and вот ну там даже не блоки вот в пайтоне это просто вот такие отступы либо табуляции вот философия языка python то есть язык python придерживается определенной философии вот называется дзен пайтона или дзен питона по-разному вот и текст философии следующий красивая лучше чем уродливая ну давайте его сейчас напишу чтобы все мы вместе прочитали вот красивая лучше чем уродливая явная лучше чем неявная простое лучше чем сложная сложная лучше чем запутанная плоская лучше чем вложена разреженность лучше чем плотная читаемость имеет значение особые случаи не настолько особые чтобы нарушать правила при этом практичность важнее безупречности ошибки никогда не должны замалчиваться если не замалчиваются явно встретив двусмысленность отбрось искушение угадать должен существовать один и желательно только один очевидный способ сделать это хотя он поначалу может быть и не совсем очевиден если вы не голландец сейчас лучше чем никогда хотя никогда зачастую лучше чем прямо сейчас если реализацию сложно объяснить идея плоха если реализации легко объяснить идея возможно хорошая пространство имен отличная штука будем делать их побольше вот вот это основная философия пайтона фух влияние основных языков на на язык python то есть на язык python повлияли такие языки как и биси модула 3 си си плюс плюс small talk лист фартран miranda java ну и другие то есть это основные языки которые повлияли на python большая часть других возможностей python например байт компиляции исходного кода была реализована ранее в других языках портируемость python портирован и работает почти на всех известных платформах начиная от карманных компьютеров и заканчивая там каким-то серверными решениями вот существуют порты под microsoft windows практически все варианты юникс то есть включая free bsd linux там далее идут у нас mac osmo mac os x iphone os palm os os nat 2 даже о с 390 либо windows мобайл симбиан и android то есть практически под все платформы есть реализации этого языка по мере устаревания платформы ее поддержка в основной ветви языка прекращается то есть к примеру с серии 2.6 прекращена поддержка windows 95 windows 98 и windows millennium однако до версии 2.6 можно спокойно работать на пайтоне на этих платформах вот при этом в отличии от многих портируемых систем для всех основных платформ python имеет поддержку характерных для данной платформы технологий то есть например для microsoft это технологий ком и деком более того существует специальная версия python для виртуальной машины джава и это специальная версия как бы называется джайтон что-то вот такое вот что позволяет интерпретатор выполняется на любой системе поддерживающий java при этом классы java могут использоваться непосредственно из python и даже быть написанными на пайтоне вот так же несколько проектор проектов обеспечивают интеграцию с платформой microsoft нет microsoft нет вот так же да даже есть еще вот такая штука python точка нет реализации то есть на сегодняшний день как бы си python вот он у нас был он является основной но это не единственная реализация языка программировать python также существуют и другие реализации эти реализации у нас вот такой пай пай или пупу или ру ру не знаю дальше пай с 60 iron python 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 че у нас ну там много python фонет вот поэтому нет джайт джайтон джайтон не знаю тоже также есть q python 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 какой-то в общем много дальше писать не буду их на самом деле немало но это может быть основные вот python это стабильный и распространенный язык он используется во многих проектах и в различных качествах как основной язык программирования или для создания расширений и интеграции приложений на python реализовано большое количество проектов он также активно используется для создания прототипов будущих программ вот python используется во многих крупных компаниях это можно вот одни из них это dropbox google то есть некоторая часть youtube и youtube api будут написаны на python также используется фейсбуком instagram вот python с пакетами numpy там skype и и matplotlib активно используется как универсальная среда для научных расчетов в качестве замены распространенным специализированным коммерческим проектом matlab idl и другим вот так же к примеру вот библиотека astro пай популярный инструмент для астрономических расчетов профессиональных программах трехмерной графики такие как autodesk maya blender howdini nuke python используется для расширения стандартных возможностей программ а вот так же python вызывает ненависти ненависть многих гуру прогеров ибо лишь ограничиванно поддерживает некоторые продвинутые технологии программирования ну там например анонимные функции лямбда могут в пайтоне состоять только из одного выражения а вот невозможно потоками параллелить программу по нескольким процессорам ядрам вместо потоков надо использовать модуль специальный модуль для этого вот отсутствует введенная еще все ключевое слово switch и его аналоги вместо этого предлагается писать if else вот так же так же так же а ну отсутствие отсутствие хвостовой рекурсии ибо уже есть цикл также бесит взрослое поколение ибо невозбранно позволяет оттяпать себе пальцы пройтись по граблям или прострелить ногу вот объявление переменной при первом присваивании ей значение то есть если где-то опечатался то все жди беды вот глобальное состояние то есть даже можно менять поля в объектах снаружи то есть здесь так можно а вот ссылки на функции то есть ничего не мешает создать переменную лэн и подорваться при первой попытке к примеру вызвать лэн сделать вот так вот но отступы согласно стандарту должны быть в четыре пробела но всегда но как бы в настройках можно установить любое количество пробелов но всегда найдется нехороший человек который смешает табуляцию с пробелами а вот будучи скриптовым языком поэтому не длителен и для борьбы с этим используется специальный транслятор для написания шустрых модулей к пайтону то есть ситхон вот также используется джид компилятор вот этого пайпай и проще их очень много ну и сам си пайтон где он делал где наш вот он и сам си пайтон на месте не стоит вот ну и давайте взглянем на хэллоу ворд на пайтоне ну вот например давайте попробую увеличить все это добро и так чем и тут но это вот объявление функции вот мы объявили определили функции здесь отступы 4 пробела самое интересное ну вот к примеру вот вывод да вот мы объявляем переменную переменная неизвестно какого типа будет определена вот на этом этапе данном случае эта строка вот мы вызываем функцию print это печатает на консоль вот напечатали дальше вызываем функцию вот сложили две строки как видите все отлично получилось и получили хэллоу ворд а дальше следующем участке кода вон у нас стала целочисленным значением мы его напечатали а дальше ворунду превратилась в число с плавающей точкой это же вот мы напечатали просто уже использовали print вот как мы видим на ходу можно переобуться и вот это переобувание на ходу то есть изменение типа может доставить где-то немало неприятностей вот программистам потому что неизвестно на какой бывает неизвестно какого типа сейчас переменная но для этого нужно просто правильно писать избегать таких вещей дальше к примеру множественное присваивание вот давайте выполним чё-то какая-то ошибка в линии 1 ok сейчас удалил комментарий видимо они ему не понравились вот объявляем две переменные и сразу же им делаем присваивание и печатаем эти значения и то же самое здесь множественное присваивание поменяли местами вот но как вы увидели язык довольно таки простенький на самом деле ничего сложного в нем нету но как было сказано можно глубоко им увлечься написание всяких скриптов для всякой может быть игровой логики и не только ну его следует хоть немного но следует его знать поэтому всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем жмем колокольчик и до новых встреч всем пока